Итак, давайте разбираться, что мне посоветовал чат GPT для роста инстаграма. Во-первых, тот, кто сейчас хочет услышать какие-то, знаете, так, встаем утром, делаем вот это, вот это, вот это, и все, расслабьтесь, получите рост. Нет, здесь большой список того, что нужно много работать, много преодолевать себя и много развиваться. И за это я обожаю не только инстаграм, я обожаю вот эти сложности, которые показывают, кто ты на самом деле есть и которые расширяют твои возможности. Итак, я художник резинарт, и у меня инстаграм аккаунт с таким-то, таким-то количеством подписчиков, но последнее время рост остановился. Подскажи чат GPT, конкретные шаги, которые надо предпринять для привлечения аудитории. Я Наталья Рюмина, кто подписан на меня, меня знает. Я очень много прямых эфиров посвятила этой теме и рассказывала о всех тех действиях, которые делала для роста своего аккаунта, и у меня есть около пяти прямых эфиров в инстаграме, и есть записи в ютубе. Заходи, посмотри, возможно, тебе и эти действия помогут. В моем инстаграме они уже не работают, поэтому муж прибегнул вот такого способа к чату GPT. Вбей точно пошагово вопрос, который ты хочешь, и тебе чат GPT ответит, и ты будешь в шоке, насколько этот ответ актуален, насколько он и совсем с другой точки, зрения смотрит. Там, где сложно нужно туда идти, это про меня. Если вы не готовы работать и развиваться, тогда перелистывайте это видео не для вас. Это не та история, где опять инстаграм хочет, чтобы мы сутками проводили. Да, конечно, инстаграм хочет, чтобы мы сутками там проводили, а вы бы не хотели, чтобы у вас сутками покупали и делали заказ картин подстаканников. Я бы тоже хотела, чтобы весь мир пользовался моей продукцией. Это нормально. Это нормально, когда ты создаешь какой-то продукт, и хочется, чтобы все о нем знали. Так и инстаграм. Он создал платформу и хочет, чтобы все сутками там сидели с горящими глазами. Поэтому мы должны сейчас по-другому работать и вести инстаграм, и мы должны в нем действительно работать, если мы хотим получить результат. Первое. Регулярно обновляйте контент. Это у меня всегда было, но единственное, я подметила, что я действую импульсивно, и у меня нету систематичности. Поэтому я решила, что буду четко соблюдать время выставления. То есть рано утром я для себя определила, рано утром каждый день я буду выставлять видео, рил, фотографии. Это уже по желанию. И по статистике советуют вообще вечером это делать, так как все приходят с работы, и типа вечером это больше набирает охвата. Но я просыпаюсь рано утром и заранее себе монтирую видосик, или сразу же там в ванной быстро монтировала и выставила. Я делаю это каждый день. Да, каждый день. В течение 4-6 месяцев, если ты будешь выставлять каждый день и соблюдать все следующие пункты, у тебя будет результат. Дальше. Разнообразие контента. Это да, я приучила себя к тому, что я меняю видео-ракурсы и меняю эстетику видео. То есть если я снимаю там красивый процесс, то выставляю там, например, сегодня красивый процесс, завтра техническое видео, то есть более грязное и сам процесс создания изделия. И меняю превьюшки. То есть если одно видео крупно сделала, да, превьюшку, то есть там макро какой-то цветок, одно видео непонятная какая-то превьюшка с пленкой, а одно видео супер красивое, чтобы можно было ленту пролистать и посмотреть вообще в чем интерес этого мастера. Дальше. Используйте хэштеги. Вот хэштеги я вообще забыла и не использовала до того, как вот начала вот это все делать. Сейчас прям вспоминаю, мониторю, какими хэштегами пользуются большие аккаунты и применяю хэштеги. И геолокацию сделаю. Дальше. Взаимодействие с подписчиками. Вот этого вообще никогда не делала. Но теперь, когда я выставляю видео, я прям около пяти или десяти минут провожу в Инстаграме после выставления видео, листаю ленту и что мне нравится, лайкаю и комментирую. Обычно я не лайкала, не комментировала. Обычно я выставляла видео и уходила из Инстаграма. Это, кстати, тоже работало. Можешь попробовать, может, у тебя сработает. Но сейчас я прям хожу по ленте, и то, что мне нравится, я специально захожу и комментирую. И все. Вот так вот взаимодействую. И я удивилась, насколько много мастеров откликается и насколько много уже новых у меня знакомств появляется. В общем, это круто. Мне это понравилось. Дальше. Сотрудничество с другими художниками. Да, вот это вот тоже да. Я прям себя заставила. Я общительный человек, но в социальных сетях я ненавидела общаться. Я ненавидела чатиться, переписываться. Но сейчас меня Инстаграм это заставил сделать. И спасибо ему, потому что я, опять-таки, познакомилась с только новыми художниками. Я прям в наглую предлагала сотрудничество, предлагала провести прямые эфиры, предлагала какие-то рисовашки, какие-то конкурсы. И вот заставьте себя. И не сомневайтесь, ой, а что я там умею? У меня мало аудитории или что-то еще. Вы найдете в любом случае того, кто откликнется в вашей идее. Поверьте мне. Дальше. История и прямые эфиры. Это тоже. Я себя приучила, чтобы каждый день я встаю и рассказываю, что я делаю. Показываю процессы, свои планы. И я заметила, что очень большая реакция на живую историю. То есть, если я куда-то иду, и, казалось бы, уже достали эти телефоны, и снимать их, и показывать, и рассказывать. Но я прям рассказываю, что в магазине я нашла эту досточку. И у меня прям спрашивают, где этот магазин, где вы были. И причем сейчас настолько мир стал без границ, что я вот была в Стамбуле, показала магазин, где я купила кристаллы. Хотела показать быстро. И у меня столько людей спросили геолокации этих кристаллов. И столько заходили туда, купили. И кто-то сохранил себе, потому что собираются поехать отдыхать туда. И хотят вот именно вот это узнать историю. Ну, то есть, тоже не стесняйтесь, показывайте. Это очень интересно. Оптимизация профиля. Убедитесь, что ваш профиль содержит ясную и привлекательную биографию, а также качественное изображение профиля. Вот это тоже. Я до того, как этот список весь получила, у меня профиль какой-то... Ну, вот что мастер делает? Вообще непонятно. Ну, заливает, ну, там что-то еще. То есть, я начала приводить в порядок свою ленту. И привожу до сих пор, не скажу, что она приведена в порядок. Ну, во-первых, биография, и вот все эти иконочки актуальные обновила и поменяла. Во-вторых, превьюшки стараюсь делать более понятные, чтобы человек зашел в ленту, и действительно у него сложилось то, что делает этот мастер. Сотрудничество с брендами или инфлюенсерами. Над этим я работаю, но у меня есть мои компаньоны Artsmala и ResinPro, и я сейчас начала активно выставлять видео с авторством. Вот этого тоже я не делала никогда. Вот, знаете, звучит сложно, но вы возьмите с подругой или со знакомой, которая, я не знаю, делает свечки, а вы делаете смолу, и сделайте ее соавтором на фоне свечи, сделайте свою заливку. И ей будет контент, и вам будет контент. И мне кажется, это очень полезно. Применяйте эти шаги в комбинации, может помочь вам привлечь больше подписчиков и оживить активность на вашей алкауте. Тут муж написал, я не дочитала. Все это я уже пробовала, давай еще. Понимаю, вот еще несколько идей. Контент с участием зрителей. Вот это круто! Я этого не делала, и это хочу сделать. Я хочу ввести рубрику «Разбери ошибки день с мастером», что не получается. Вот это ввожу и буду сделать. Приглашаю своих подписчиков участвовать в создании контента, например, путем проведения конкурсов, лучших дизайнов и предложения тем для новых работ. Вот. Обучающий контент. Это да, все любят новое. Все любят знания, все любят секретики, все любят быстро, красиво и новенькое. Вот этого я сейчас стала больше делать. И больше не то, что там на контента красиво залить и получить результат, а именно на пошагово, покапельно. Я начала создавать больше контента для обучения, для легкого, то, что может человек повторить. Кросспостинг. Рассмотрите возможность кросспостинга вашего контента на других популярных платформах, таких как YouTube, TikTok, Pinterest, чтобы привлечь новых подписчиков и разных социальных сетей. Это вот вообще, это прям можно в первый пункт было поставить, потому что это суперполезная штука, и это работает, и в других своих прямых эфирах я рассказывала об этом. Pinterest, вот это просто идеальная платформа для кросспостинга. Вы туда выставляете фотки, когда хотите, не соблюдая системности, ссылки на свои соцсети, и все вместе, как паутинка, начинает работать. Это очень круто, я так делаю. Контент о закулисе. Это показывает не только готовая работа, но и процесс их создания. Ошибки, испытания, трудности. Вот этого у меня не было никогда, и я сейчас начала это делать, и мне муж тоже замечание делал. Ты показываешь процесс, который красивый, глянцевый, но не рассказываешь о своих сложностях, потому что я не воспринимаю это как сложности, поэтому я рассказываю все, потому что мне кажется, что все очень легко. Но на самом деле, конечно, у меня есть, я даже вот смотрю сейчас на памятник смолы, упорола 300 грамм смолы, забыла, оставила ее на обогревателе, это не раз происходит. О поломках, о неудачных заливках, этого, конечно, много у меня, и я это рассказываю, и люди живо реагируют на это, и начинают писать мне, а мы думали, что у вас все идеально получится. Нет, у меня вообще не все идеально, и не с первого раза, поэтому тоже делитесь этими. Сотрудничество с блогерами медиа. Вот, это тоже повторяю, и говорила, и сейчас прям пишу тоже разным блогерам, не только смолиным, но прям хочу вступить в дружбу с какими-то блогерами, чтобы обменяться аудиторией. Это тоже делаю. Анализ конкурентов. Проходитесь, просматривайте, смотрите, кто в топе, смотрите, кто актуальный, что он делает. Будьте пытливыми. Во-первых, вся 90% информации уже есть в аккаунтах у инфлюенсеров. Только нужно смотреть внимательно, нужно смотреть, чем увлекаются. Ага, сейчас начали глину делать. Ага, а сейчас свечки. Ага, а сейчас перешли смола, там, я не знаю, с фруктами, с сухоцветами. То есть переключайтесь быстро, мониторьте это все. Платный рекламный контент. Рассмотрите возможность запуска рекламных компаний в социальных сетях, чтобы расширить охват вашего контента. Но, к сожалению, из-за санкций этого сейчас в некоторых регионах нельзя сделать, но тоже можно найти лазеечки. Да, попробуйте внедрить эти стратегии в ваш план действий и продолжайте экспериментифию, чтобы найти более эффективные способы привычайных деталей. Вот это все сейчас делаю. И мой аккаунт сдвинулся с мертвой точки. Вот просто за 2-3 недели я сейчас это делаю. У меня со ступора 141 тысячи, сейчас, по-моему, 148. За 3 недели. Так что, ребятки, берем себя в руки и бусиками-бусиками работаем. Легко не будет. Будет сложно, но проделайте это не сложно на самом деле. Это составит вас работать и вы будете кайфовать от этого результата. Пишите, звоните, делитесь информацией. С вами была Наталья Рюмина и с малинными новостями. Всем отличного дня!